Субтитры создавал DimaTorzok Как комок пыли и его любовь к вишенке То Крикс отправит нас в мрачное подземное царство Наполненное монстрами и головоломками Как бы там ни было, Крикс остается проектом чешской Аммонита Дизайн А значит пропускать его строго не рекомендуется С вами GamesBlender Еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru В сегодняшнем выпуске Call of Juarez возвращается Microsoft тестирует облачную игровую платформу Devolver ищет что-то в космосе В преддверии релиза Red Dead Redemption 2 В сети возникли новые слухи о продолжении Булли, другой игры Rockstar На этот раз их источником стал кастинг-директор Джессика Джефферис, опубликовавшая в Твиттере несколько объявлений о поиске актеров для захвата движений В описаниях персонажей нет прямых упоминаний Булли 2, но фанатский ресурс Rockstar Intel утверждает, что новый симулятор трудного подростка действительно находится в разработке Правда не уточняет откуда у него такие сведения, так что хотите верьте, хотите нет И раз уж мы забрались в область слухов, давайте пройдем на территорию Sony Там обнаружился патент под названием «Обновление путем эмуляции» Он предназначен для применения в старых играх и описывает технологию замены текстур и звуковых файлов на лету Суть в том, что новые ресурсы встраиваются в структуру данных под прежними идентификаторами То есть игровой движок обращается с новыми ресурсами точно так же, как со старыми Заявка датирована 2016 годом Вряд ли Sony станет встраивать эмуляцию в PS4 на излете ее жизненного цикла Куда вероятнее, что компания планирует использовать эту удобную технологию в системе нового поколения Где слухи, там и намеки Techland, кажется, так впечатлилась роликами Red Dead Redemption 2, что решила возродить свою серию о Диком Западе Студия опубликовала короткий ролик, в котором протагонист Call of Juarez Ганслингер Сайлас Грифс Обращается к главному герою RDR2 Артуру Моргану Легенды живут вечно Таким емким слоганом польская команда намекает на новую Call of Juarez Одно маленькое но Сейчас Techland и так работает над двумя масштабными играми Dying Light 2 и неанонсированным фэнтезийным проектом в открытом мире Полякам придется ограбить не один почтовый дилежанс, чтобы собрать ресурсы еще и на третий проект Многие большие издатели присматриваются к идее потоковой трансляции игр Например, глава Ubisoft Ивгейму открыто говорит, что за этим направлением будущее нашей индустрии Microsoft тоже не сидит сложа руки Корпорация представила стриминговый сервис Project xCloud Подробностей пока мало Известно, что проект базируется на платформе Azure и множестве Blade серверов с железом Xbox One А в каталоге сервиса будет несколько тысяч игр Ну а сейчас xCloud пребывает на стадии внутреннего тестирования и недоступен публике У стриминговых сервисов две основные проблемы Большие задержки отклика и низкое качество изображения Но майки хотят решить обе, размещая свои серверы в десятках дата-центров по всему миру Что ж, у гигантской корпорации есть для этого все необходимые ресурсы Но списывать обычные игровые платформы пока рановато Даже в случае успеха Project xCloud будет существовать совместно с традиционными консолями Они заменят их полностью Еще у Microsoft есть новость, которой она пока не хочет делиться По данным нескольких источников портала Kotaku, редманский гигант практически завершил покупку Obsidian Entertainment Информаторы утверждают, что сделка на 90% готова И лишь вопрос времени, когда создатели New Vegas и Pillars of Eternity вольются в состав корпорации Если покупка состоится, то мы наверняка услышим о ней из первых рук на мероприятии Xbox в Мехико Которое пройдет 10-11 ноября CD Projekt Red не раз говорила, что на релизе Cyberpunk 2077 будет сингловой, а сетевые возможности могут появиться потом Видимо, работа над этим самым потом идет уже сейчас Потому как к разработке подключилась студия Digital Scapes Ответственная за мультиплеерные компоненты многих игр Например, за интересный режим Be The Zombie для Dying Light Даты релиза у Киберпанка по-прежнему нет, но недавно турецкий издатель игры упомянул в Твиттере 2019 год Эту запись быстро удалили, так что слишком уж надеяться не стоит А вот Fallout 76 выйдет совсем скоро, 14 ноября И незадолго до релиза Bethesda решила прояснить вопрос со встроенными платежами Как уже не раз говорилось, микротранзакции касаются исключительно косметики Поэтому купить оружие, таланты или еще что-то, влияющее на геймплей, не получится Все операции производятся в атомах, игровой валюте, которую, по словам беседки, будут выдавать чуть ли не за каждый чих Звучит неплохо После окончательного закрытия Telltale Games финальный сезон The Walking Dead сам превратился в ходячего мертвеца Бродит по округе, никому не нужный, без издателя и разработчика Роберта Киркмана это не устраивает, поэтому автор оригинальных комиксов пообещал довести дело до конца И подрядил на это дело собственную студию Skybound Games В идеале он рассчитывает привлечь к работе людей из Telltale, но тут еще ничего не решено Так или иначе, но точка в истории Клементины будет поставлена А если с игрой все-таки не срастется, мы уже ничему не удивимся То Киркман сделает это в комиксе Ну хоть что-то Как вам идея перенести концепцию Five Nights at Freddy's на космическую станцию? Нет, мы сейчас не предлагаем отправить закусочную с жуткими механическими животными на орбиту Речь о другом В триллере Observation нам предстоит вжиться в роль искусственного интеллекта, ведущего объектом на околоземной орбите Будем следить за происходящим через камеры и управлять различными системами Все ради того, чтобы разобраться в таинственных событиях и спасти единственного уцелевшего человека Изданием Observation занимается Devolver Digital, а у нее нюх на интересные вещи Ждем весны, когда проект появится на ПК и PS4 Какие проекты увидят свет на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь GamesBlender Во вторник сразу три релиза Из ангара Ubisoft вылетит Starlink Battle for Atlas На которую стоит обратить внимание хотя бы потому, что это не очередной Assassin's Creed или Far Cry Не часто французский издатель балует нас игрой в новой вселенной, тем более фантастическими экшенами про иные миры и звездолеты А 2K Sports наконец выпустит вторую NBA Playgrounds, которая должна была выйти еще летом Надеемся, дополнительное время было потрачено не зря и мы получим хорошую баскетбольную аркаду, а не непонятное нечто, каким была первая часть Ну а TT Games завтра порадует фанатов DC кубическим экшеном LEGO DC Super Villains Новая глава в бесконечной истории LEGO игр целиком и полностью посвящена суперзлодеям комиксовой вселенной от Джокера до Лекса Лютера В среду ранний доступ Steam покинет симулятор RimWorld Версия для вкладчиков на Kickstarter вышла еще 5 лет назад В Early Access игра пробыла 2 года и 3 месяца, а теперь она готова к полноценному релизу RimWorld предлагает построить космическую колонию, следить за состоянием людей, отбивать нападения пиратов, хищников и других врагов и попутно развивать свое поселение Нетипичным для выживалок является наличие рассказчика, который следит за происходящим и повествует историю вашего поселения Те, кто отзывается об игре положительно, провели в ней сотни и даже тысячи часов Так что подходите с осторожностью, может очень сильно затянуть В четверг команда Darkstar, сформированная выходцами из больших и известных студий, предложит принести жертву ради искупления Sinner Sacrifice for Redemption — это 8 битв с боссами, после каждой из которых герой слабеет, а его доспехи и оружие разрушаются Мрачно, тяжело и, конечно же, похоже на Dark Souls Звучит неплохо, но пока что такая возможность представится только владельцам консолей На компьютерах игра выйдет к концу года Зато 18 числа на ПК выйдет другой интересный проект Создатель Papers, Please отправит нас исследовать судно Obra-1 Которое сначала загадочным образом исчезло вместе с экипажем, а спустя 5 лет не менее загадочно объявилось в порту, но уже без единой живой души на борту Погружение в атмосферу жуткой тайны — то, что надо для холодного октябрьского вечера Пятница принесет с собой два релиза Изголодались по файтингам? Тогда вам к Soul Calibur 6 Старые герои и новички, колоритные гостевые персонажи и неизменный акцент на холодном оружии и магии Серия не изменяет себе Вдобавок шестая часть предложит сюжетный режим с подробным редактором, позволяющим создать собственного бойца По польским шутерам изголодаться невозможно, но вдруг вы из тех, кто продолжает верить в людей несмотря ни на что? В таком случае посмотрите на World War 3 от создателей неплохого триллера Get Even Ребята обещают показать масштабную войну недалекого будущего с активным применением техники, боями в городских условиях и глобальной картой конфликта Никакой кампании, только мультиплеер, а в ближайший год-полтора еще и в раннем доступе Неплохой вариант, если новая Battlefield не вызывает ничего, кроме раздражения Всем спасибо за то, что были с нами Не забывайте, на нашем канале вы можете найти интересные ролики и дневники разработчиков, переведенные на русский язык На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов На прошлой неделе мы разобрали многообещающую, но очень забагованную Pathfinder Kinmaker А потом отправились в рисованную антиутопию My Memory of Us До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok